Есть другое слово, этану, оно пишется даже одинаково фактически, произносится почти одинаково, но этану и эману это разные слова, этануэль буквально переводится как с нами Бог, возле нас Бог, близко с нами Бог, это этануэль, но эмануэль, эмануил в русском произношении, означает внутри нас, растворенный нас, и переводчики, я не сильный знаток иврита, я учу иврит, но не сильный знаток, но я художник по своей специальности, доцерковный, я художник, мне больше образозрительные такие важные как бы в жизни, и вот, и поэтому мне нравится, когда переводчики, знатоки, допустим, древних языков, для объяснения, они используют пример наглядный, иллюстрации такие, и вот, переводчики берут, допустим, воду, хотя вода, ну, к примеру, вода, да, 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 спасибо, вот, не, как раз с водой покажу фокус, иллюстрацию, с водой, да, спасибо, о, это вода, спасибо большое, вот, вода, на иврите, моим, 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 много очень есть слов еврейских с этим словом, моим, май, моим, значит, ну, разные слова, есть много разных интересных таких тонкостей, вот, небеса, шем моим, то есть, имя воды, как бы, имя, имеется в виду, Бог, как бы, имя Бога, дающий воду, по контексту, а моим, вот, которое в стакане, допустим, да, вода, моим, это этанумаим, то есть, я могу для описания ее, только лишь использовать слово этанум, она возле меня, она близко со мной, она в моих руках, это этанум, этанум, но если я пью ее, ваше здоровье, да, да, вот эта вода, которая во мне, она частью меня становится, я частью ее становлюсь, она во мне расходится сейчас, вот эта вода, а уже эману, эману моим, поэтому эмануэль, это Бог, которого я съел, выпил, скушал, который частью меня стал, все, понимаете, значит, ну, как можно Бога скушать, как можно Бог съесть, странно, вообще Иисуса даже ученики многие не поняли, и, к сожалению, там, такое, проповедники многие видят в этом, какое-то апокалипсическое такое совпадение, Ивангелие от Иоанна, 6 стих, 6 глава, 66 стих, помните, да, Ивангелие от Иоанна, 6, 6, 6, брат, почитай, апокалипсический стих, есть такой, прочти вслух, пожалуйста, многие проповедники указывают на это, как на число, вообще, очень дурное такое даже, с этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним, о, вот так вот, многие ученики, они ушли от него и перестали с ним ходить вообще, отпали, а после этого, кстати, Иисус даже, он, ну, наверное, расстроился немного все-таки, но он даже предложил своим оставшимся 12, осталось 12 всего, но он даже им предложил, а вы не хотите ли вы уйти, и слава Богу за Петра, о, брат, молодец, он сказал, «Кому нам еще идти?» Ты имеешь глаголы, слова, вечную жизнь, пусть даже мы не понимаем это сейчас своими мозгами, но ты имеешь то, что действительно есть жизнь, дает жизнь нам, вот, и удивительное чудо, действительно великое чудо, вот, а Иисус перед тем как раз вот и как бы соблазнительная проповедь его была в чем, соблазн был в чем, что он говорит, кто они будут кушать меня, пить меня, да, как может кушать его, кто, пить его, кровь, о чем он говорит, пойдемте лучше в нормальную синагогу, значит, это раввин какой-то проповедник, какой-то очень странный, да, выскочка с саморода, какой-то уникум, ну, ладно, ну, как бы, да, чудеса совершаются, но, как бы, до этого еще терпели, но после этой проповеди, это была последняя проповедь в жизни многих учеников, они ушли после этого, вот так вот, но, а в действительности, это... А вот на стул прям в воду поставить, вот рядом стул, вот, да, вот, да, дело в том, что Иисус имеет в виду, вот, действительно, его жизнь, вкушать его жизнь, и не просто здесь даже о таинстве, там, евхаристиях, либо преломлении, причастия, это тоже все хорошо, но можно съесть весь хлеб в этом городе, допустим, да, в этом поселке, и выпить все вино в этом поселке, но так и не причаститься, вот, ага, даже рассуждая о теле крови Христа, потому что это, действительно, жизнь Иисуса в нас, и это каждодневно, каждодневно, причастие, это, оно совершается не устами просто, или желудками, знаете, то, что входит в нас, оно не может нас не осквернить, и не осветить нас тоже не может, соответственно, а причастие совершается, в первую очередь, здесь, совершается и здесь, нашей душой, нашим сердцем, рассуждением о теле крови Христа, вот это, вот это самое основное причащение тела крови Иисуса, это, слава Богу, а, конечно, точка контакта, да, она важна тоже, конечно, когда я причаюсь, я понимаю, что, да, мне это помогает любому человеку, мы когда родились, мы еще были первые, только, там, минуты, часы, но мы уже понимали, надо есть, чтобы жить, да, мы уже поняли сразу, что надо что-то делать вообще, чтобы жить вообще в этом мире, вот, значит, и мы, значит, стали есть, и мы едим, да, значит, и живем, слава Богу, вот, и Иисус дал такой прекраснейший образ вообще, вот как мы физически кушаем, да, и пьем, чтобы жить, вот так же мы нуждаемся вот в этом, чтобы Бога причащаться, рассуждая теле кровью постоянно, причащаться в это таинство Его, телу и крови Иисуса. Хорошо, благоставляю всех вас, братья, сестры, дорогие друзья, именем Господнем благоставляю, вот, словами благоставения священнического из четвертой книги Моисеева, из чисел, вот, там, где Бог повелел Аарону и его сыновьям благоставлять сынов Израиля, и Бог говорил так, что и я благоставлю их, и сегодня пусть Бог благоставит нас всех во имя Иисуса Христа, Сына Своего. И сегодня, и, знаете, для того, что сегодня встреча такая произошла, вот наша, слава Богу, по милости Господней, вот, и дай Бог нам, как там песня поется еще, на последней перекличке, у меня раньше, я услышал первый раз песню, мне послышалось на последней электричке, там по милости Господней, вот, я думаю, ну, надо же, ну, человек успевает на электричке, на последней, ну, в этом тоже есть какой-то хороший область такой, как бы, да, чтобы не остаться на вокзале, вот, значит, ну, там идет речь, речь идет о перекличке, конечно, и вот, и пусть Господь Бог благоставит нас, и сегодня, и в день последний, во имя Иисуса Христа и вечности самой Тихо. Помолимся, да? Благословенный Бог наш, Царь наш, Отец наш, хвала и слава Божия за жизнь, за Иисуса Христа, за кровь Завета Вечного, слава и хвала Господь, за Твое исцеление, Твое освобождение, Господь, за запрощение грехов, Господь, слава Тебе, да, Господь, слава Тебе, слава Тебе, ну, прощены, Господь, кровью святой, агентом Божьей, слава Тебе, Боже, слава Тебе, агентом Божьей, Боже, величаем Тебя, Господь, да, Боже, проставляем Тебя, Боже, за Твой великий подвиг спасения нашего, слава Тебе, благослови, обрати свое светлое лицо сегодня, и благослови народство миром, Боже, во имя Христа, да благослови Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя, Господь, светлым лицом Своим, и помилует Тебя, да обратит Господь лицо свое на Тебя, и даст Тебе мир, во имя Иисуса Христа, аминь. Бог Авраама Исаака Якова, Отец наш, Сущий на небесах, да святится имя Твое, Боже, благослови народ своим миром, своим шаломом Божиим, во имя Христа, и в эти дни, Господь Божий, пусть действительно спящие пробудится, Господь, во имя Иисуса Христа, пусть мертвые воскреснут во имя Иисуса Христа, Боже, пусть прославится имя Твое, Святое, Господь, в каждом пробуждении каждого спящего, в каждом воскресении каждого мертвого прославится Твое, Святое имя, во имя Иисуса Христа, слава Тебя, Господь, Слава Аллину! Аминь! 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 Слава Богу! Давайте споем! Какой псалом? Вадим! А вы знаете, так как... Ну вот. А, красота Иисуса... Слава Богу! Хорошие псалом! Красота Иисуса, скретись во мне, Чистота и любовь проявись во мне. Бух любви от я, оживи меня, Чтобы образ Иисуса сиял во мне. Душу, Господи, Душу, Господи, Душу, Господи, Душу, Господи, Душу, Господи, Всю Его чистоту и любовь всегда. Он может прийти, Все во мне изгляни, Пусть увидят во мне красоту Христа. Душу, Господи, Душу, Господи, Душу, Господи, Все во мне изгляни, Пусть увидят во мне красоту Христа. Душу, Господи, Душу, Господи, Душу, Господи, И обитель Твоя во мне, Чтоб я плод приносил, И Тебя я любил, И вечерю со мною Ты разделил. Чтоб я плод приносил, И Тебя я любил, И вечерю со мною Ты разделил. Пусть душа тоже вспомнит хвалы Твоем, Славя имя Христа им одним живем, Чтобы имя Христа прославляли уста, Чтобы пела душа не хвалы всегда. Чтобы имя Христа прославляли уста, Чтобы пела душа не хвалы всегда. Красота. Красота Иисуса светись во мне, Чистота и любовь проявились во мне. Дух любви огня, оживи меня, Чтобы образ Иисуса сиял во мне. Дух любви огня, оживи меня, Чтобы образ Иисуса сиял во мне. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Аллилуйя, 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 Слава Богу. Иисус сиял во мне. Когда Творец приходит в нашу жизнь, То творческое начало у нас пробуждается. Это замечено очень многими уже верующими. Иисус сиял во мне. Рассказываю честное творение. Вы мыслите совсем не то предвидя, Добро и радость ищите совсем не там. Как тяжело мне видеть все, что происходит, Как нелегко смотреть, что губите себя. Когда идете, вы совсем не той дорогой, Когда, поддавшись плоти, вы в плену греха. Ведь я давно вам указал дорогу, Давно я жду вас, уж прошли века. Осознавать, начните понемногу, Путь истины и жизни. Все это про меня. Поймите, люди, каждый из вас дорог, За каждого из вас я жизнь свою отдал. Услышьте, люди, вы грехов свой ворох, Отдайте мне, дабы скорее я их принял. Настанет час, когда вы все поймете, Умом и сердцем осознаете вы все. Забыв потери, вы свой крест возьмете, За мной пойдете, позади остави все. Настанет день, и я приду на землю, И верных мне я заберу с собой, А тех, кто спал, моим словам не внемля, Оставлю тем, кому поклон держали свой. Поймите, люди, не могу я по-другому, Но не могу я силою к себе вас обратить, Ведь только верую в меня Отца Святого И жертвую моею лишь этим и спаслись. И вы поймете, вот здесь счастье, Где милость, легкость, красота, Как здорово, чтоб ни ненастья Не забрели в другие его врата. Ведь я создал вас по своему подобию, И в каждом есть частичка от меня, И потому во мне невыносимой болью Сказали все последствия греха. Подумай, человек, еще есть время, Чтоб с мыслями и сердцем совладать. Задумайся, ведь нужно просто верить, Как глупо вечное на прихоти менять. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Ну, наше служение подходит к концу. Аминь. Поэтому, слава Богу. Спасибо вам большое, что сегодня были у нас. У нас радость большая. Спасибо. Пускай вас Бог благословит. Спасибо. Благословениями в служении делай рук ваших. И мы будем молиться за вас. Спасибо. Нуждаюсь в этом. Да. Спасибо огромное. Я буду вас упоминать тоже. Спасибо. Спасибо. А может мы сможем чаще двигаться как-то, да? Дай Боже. Рядом. Я ж не против. Оказывается, они живут возле, прямо где... Они с этой стороны, а Олегу с этой стороны. Вообще близко, близко. Олег Митрофанов, который машину вчера у нас забирал. Интересно просто. Я сегодня ехал заезжать. Думаю, я там вчера был. Как соседи, оказывается, даже и не знали. Да, да. Давайте помолимся. Молитва учена, завершим наше служение. Потом попьем чай. Да. Да. За нужды. Вот жена мне подсказывает. Да. У кого есть нужды, давайте помолимся. Это наши нужды. Каждый день братья молятся. А так, церковные, если есть у кого-то нужды какие-то, вы просто скажите. Да. Личные нужды. Об исцелении еще раз. Не стесняйтесь. Благодарности может есть Богу. За исцеление его первое. Я уже наконец-то родила. Мы каждый день молимся. Наконец-то. Хорошо. Хорошо. Да, то у нас Надя уже несколько ночей меня так... Раскочит и я все. Я уже не сплю. У меня сердце... Она спи, спи, а я не могу. Такое, но... Поэтому да, помолимся. И за правду за исцеление. За исцеление. За саму молимся, да. Отец Небесный, слава Тебе и хвала Господь. Мы приходим к Тебе, Господь, через кровь Сына Твоего Иисуса Христа, Господь. На руках молитвы, Господи, мы возносим эти нужды, Господи. Я прошу Тебя, Господь, за исцеление нашего драгоценного брата Вадима, Господь. Ты знаешь, Господь, Его болезни, Господь. Ты знаешь Его трудности, Его переживания, Господь. Исцели Его во имя Иисуса Христа, Господь. Коснись Его своей сильной рукой, Господь. Господи, пускай, Господи, сила Твоя пройдет, Господи. Полное исцеление в Его теле во имя Иисуса Христа, Господь. Господи, мы обращаемся к Тебе, Господь. И просим Тебя, Господь, благослови, Господи. Господи, сделай тот день, Господь, родов жены, Господь, моей, Господь, дай, чтобы эти роды были успешны, благополучны, Господь, благослови руки врачей, Господь, ты, Господь, Господи, дай родиться этому малышу, Господь, на этот свет, Господь, пускай этот ребенок, Господи, с маленьких лет будет посвящен тебе, Господь, чтобы Господи, он познал тебя, Господь, ходил путями твоими, Господь, и никогда не узнал, Господи, горечь греха, Господи. Я прошу Тебя, мой Бог и мой Царь, Господи, и кто еще не объявил нужды, Господи, мы, Господи, приносим их Тебе, Господи, просим Тебя, благослови Сергея Юрьевича, Господи, я прошу Тебя, благослови его служение, Господи, его церковь, его труд, его, Господи, народ, Господи, который, Господи, находится там, Господи, в другой стране, Господи, в другом городе, Господи, я прошу Тебя, благослови во имя Иисуса, Его пребывание здесь благослови, входы-выходы Его благослови, Господь, мы благословляем Его именем Иисуса Христа, Господь, верим, Господь, что Ты идешь впереди, Господь, и Ты, Господи, ведешь нас Своим путем, Господь, а мы превосносим Тебя, Господь, и поклоняемся Тебе, нашему Спасителю и Богу, Отцу Сыну и Духу Святому. Аминь. Во веки. Аминь. Аминь. Давайте мы же сразу общую фотографию как-то собрались. Давайте, давайте. У нас нет больших церквей. 11 церквей максимально до 100 человек собраний. А так в среднем 30, 40, 50 человек у нас собраний. Каждое собрание. То есть у нас нет больших таких собраний. Хотя есть замысел хотя бы раз в год, наверное, или раз в полгода собираться вместе вообще. Но, опять-таки, не все могут. Мы сегодня просто уехали в машину и сказали, у вас тоже было начало 10 человек. Да, да, 10 человек, да. И, кстати, приезжали люди такие большие, как бы проповедники известные. Благоставляли, думаю, надо же. Я так скромно думаю, надо же. Ну, Михаил Степанович приезжал там, другие братья поддерживали. Слава Богу. Это для меня свидетельность вопросов. Слава Богу. Аллинуя.